Итак, меньше недели осталось у 11-ти классников, чтобы определиться с предметами по выбору на едином госэкзамене. Уже известны дисциплины любимцы и предметы, которые ученики региона, похоже, категорически не любят. Что и почему готовятся сдавать ставропольские школьники, выяснила Анна Поляруш. Я решил, что я пойду в юридический факультет. Для этого мне нужно сдать два основных экзамена русской математики и два дополнительных общества знания и истории. Вопрос, что сдавать на ЕГЭ, перед этими 11-ти классниками уже не стоит. Они определились с будущей специальностью еще два года назад, когда переходили в старшую школу и выбирали профильный класс. Этот социально-экономический. Здесь самый популярный предмет по выбору на едином госэкзамене – общество знания. Впрочем, это вообще фаворит у ставропольских, да и российских выпускников. В 14-м лицее Краевого центра в этом году каждый второй 11-ти классник собирается сдавать общество знания. Столько же учеников выбрали профильную математику, 20% – физику, химию и биологию. А вот ставку на географию не делает ни один. Я выбрал физико-математический профиль в нашей школе. Сдавать я буду профильную математику и физику. Данные предметы дают мне возможность поступления в любой технический возд, на любую техническую специальность. Я вижу себя и хочу поступить на нефтегазовое дело, так как продолжить, так скажем, династию своих родителей. Профильная математика и общество знания. Выбирала я эти предметы по своим силам, что мне нравится, чем я увлекаюсь. В среднем к двум обязательным школьники выбирают два, а то и три дополнительных экзамена, чтобы подстраховаться. Но можно и больше. Количество не ограничено. Заявление на участие в ЕГЭ выпускники пишут в школе. Требуется также подпись родителей. Они должны быть в курсе, что и когда будет сдавать их ребенок. Это происходит до, конечно, 1 февраля. Все пишут заявление о выборе экзаменов. И это мы сделали, некоторые ребята сделали в конце декабря. Некоторые, которые еще сомневались, думали, сделали это уже в начале января. После 1 февраля заявления принимаются только по решению Государственной экзаменационной комиссии при наличии уважительных причин. К примеру, болезни. Но не позднее, чем за две недели до начала экзамена. В этом году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 мая по 11 апреля. Основной с 28 мая по 2 июля.